Ну, что там? Конечно, полностью говорить о Годе очень трудно. Естественно, тут за что не хватаешься, все можно делать какие-то выводы далеко идущие. Тут и Насиров, тут тебе и генералы, крадущие бензин у собственных солдат. Тут и постоянные конфликты с настоящими, с новыми и старыми, и старыми антикоррупционными органами. Ну, очень много всякого. Давайте самое большое. Все-таки самое большое, это что творится с властью. С властью, то есть по-прежнему у нас есть власть, которая концентрируется вокруг, прежде всего, президента Порошенко. А с другой стороны, парадокс. Чем больше укрепляется власть президента, тем больше падает его рейтинг. Это, в общем-то, парадоксально. Я это объясняю не каким-то трагичным судьбой президента Порошенко в настоящем и будущем, а сколько в отсутствии какого-то внятного, непротиворечивого политического курса, что является основой любой политики в любом. То есть слов много, а телодвижения и политические действия, как правило, противоречат словам. И в этой ситуации, надо сказать, что у нас растет оппозиция. В смысле, не то, что их становится, она могучая, а она становится дифференцированной, разнообразной. У нас есть уличная оппозиция в виде Саакашвили, у нас есть парламентская оппозиция системная, которая там разбита на прямо противоположные и во многом конфликтные потоки. Это оппозиция ботевщины и самопомощи, и прокремлевская, промосковская ОПО-блок. Администрация президента часто пытается их всех слить вместе, но, как мы видим, все-таки по голосованиям, чаще всего, все-таки президентская власть использует ОПО-блок в своих целях, хотя они тоже конфликтуют. То же самое формируется оппозиция и то, что я назвал бы бюрократически чиновничья. То есть, все-таки до 2016 года людей, чиновников, министров, генералов, администраторов, прокуроров, я не про Луценко говорю, губернаторов, все-таки было мало. Они все-таки верили, что президенту удастся как-то выстроить какую-то иерархию, как и любые чиновники, они к этому привыкли. Но этого не произошло, и, повторяю, политического курса нет. И в результате мы имеем крайне деградированные институты власти, прежде всего деградация произошла с Верховной Радой. Это просто очень... это тяжелое зрелище. Это, знаете, доводить до такого скотского состояния депутатов. Это год без какой-либо программы. Это очень удивительно. Сейчас очень трудно. Я часто разговариваю с западными специалистами, с западными консультантами, и они постоянно задают это наивный вопрос. Но а вот какая политическая платформа, на которой движется ваш парламент, мне трудно сказать. Более того, слава богу, они хоть не задают вопрос, а как это вы ухитрили с 2017 год пройти без парламентского, про президентского или про премьерского большинства. Но это так. Вы видите, голосование происходит по-разному. Что тут плохо? Давайте откровенно. С точки зрения, значит, теории политологии, раз идет голосование, то Верховная Рада все-таки работает. Деньги они получают. Но когда нету большинства, и каждый раз набирается ситуативное большинство, которое курируется из администрации президента, то мы с вами разрываем власть и ответственность. Что это в самом простом виде означает, что к выборам или просто к каким-то политическим конфликтам люди, которые сейчас ходят в парламент и считаются народными депутатами, всегда могут сказать, а я не несу ответственности за то, что там происходит. И это очень болезненный и плохой признак для страны в целом, когда депутаты говорят, я сегодня голосовал так, завтра иначе, и отсутствие большинства подрывает саму идею парламентаризма. Вот в чем дело. На самом деле это обычно Верховная Рада времен Плюща. Я извиняюсь, может быть, это не самое лучшее. И поэтому, повторяю, постоянно усиливаются не просто протестные движения, но и оппозиционная палитра. И в этой оппозиционной палитре, как мы видим, 2017 год отметился тем, что произошел перелом. Если еще в 2016-2015 президент хорошо смотрелся на фоне той же самой Тимошенко и Батевщины, то в этом году все-таки устойчивая тенденция сохраняется в том, что она имеет достаточно высокие рейтинги, выше, чем президент. А это означает, что всему политическому классу придется все-таки определяться. Либо опять на новых или досрочных, или своевременных президентских выборах мы будем видеть очень непопулярного президента и Тимошенко, либо будутся поиски других кого-то. По крайней мере, тот факт, что Батевщина не исчезла, восстановилась, а теперь вышла в первые ряды по рейтингам как в общенациональном, как партия, и Тимошенко как лидер, говорит не только о том, что Тимошенко не сделал ошибок, о том, что в принципе у нас возможны исторически длинные партии и длинные лидерские дистанции. Вот это важно, понимаете? Страна не может каждых несколько лет получать какую-то новую партию регионов, или партию справедливости, или партию светлого солнца, и которые потом, накопив или обворовав страну, куда-то исчезали. Вот это очень важно. Мы уже привыкли, что у нас масса политтехнологических проектов. Я сам их много очень, ну, много знаю их, телевизионных проектов. Но плохо, когда все они отходят и не несут ответственность, не то, что за происходят страны, не умеют найти свое место и исчезают. И в этом смысле, грубо говоря, той же самой самопомощи, даже счастливой партии с безнадежно счастливыми людьми, там улыбающимися радикалами, тоже нужно думать и посмотреть на опыт и той же Батевщине, и той же Тимошенко, как сохранить себя после политического поражения и как найти свое место и выправить свое положение и опять быть готовы к бою. Так что, на самом деле, я бы на месте президента Порошенко проводил выборы как можно быстрее. Потому что, если выбор, если все-таки рейтинг с сегодняшних 8%, а год назад это было все-таки 15%, если сегодняшний рейтинг с 8% будет 5% до 5%, то то, как очень грубые листицы и очень люди, нуждающиеся в деньгах, могут уговорить Петра Порошенко идти на выборы. Сейчас он еще что-то может делать, потому что административный ресурс, в случае, если они выходят с Тимошенко на президентские выборы, административный ресурс пока на его стороне, особенно после закона о том, что он имеет право назначать местную администрацию. Пятая колонна Путина будет на его стороне. Правомосковские средства массовой информации будут на его стороне. Знаменитые кибервойска Путина, которые сейчас терроризируют Европу, а перед этим замучили случайный успех Трампа, тоже будут на его стороне. Так что, на самом деле, президентская кампания может быть очень и очень необычной. Вот, может быть, в связи с тем, чтобы во второй тур не попала Тимошенко и Порошенко, может, поэтому сейчас политтехнологи администрации президента упорно нам раскручивают вот этих молодых, интересных... Виктор Сергеевич, а там есть такие? Ну, я метафорически называю всех, кто сидит на третьем этаже. Это метафора такая, да. Там, я вам скажу, на втором и третьем этаже, для меня всегда показатель, там висят картины, и после каждого ухода президента эти картины почему-то исчезают. Вот, неплохой такие ландшафты красивые, какие-то 50-60-70-х годов украинских художников, да. Это... Да, поэтому интересно, как здесь будет. Я хочу сказать, что, вот, чтобы вы понимали, что вот раскрутка Вакарчука и Зеленского, это не просто олигархические штучки, а это, конечно же, первое связано с тем, чтобы забрать голоса у той же Порошенко. Мы скоро будем видеть украинскую... Как эта женщина красивая? Собчак обязательно кто-то будет. Кто будет? Либо Герасченко, либо Луценко, либо, не знаю кто, либо Богословско, но кто-то обязательно, конечно, будет изображать из себя женщину кандидата. Женщин найдется много. Много, да? Нет, я не спорю. Против Юлия Тимошенко женщин много. Целый полк. Все это будет оригинально. Нет, помнишь, это Грязодубова были такие женские полки. Кстати, Грязодубова. Закончим тему Тимошенко на серьезные... Нет, я уверен. Это сталинские... Серьезной фразой. Очень серьезной фразой. Я что хочу сказать, что люди настолько устали от каждого нового президента, что прежде чем Тимошенко идти на президентские выборы, ей еще нужно доказать общественности, я считаю, что она не повторит не судьбу, а не повторит фокусы Порошенко и Лето. Кажется, ну, как бы, само собой, она женщина, у нас столько было оппозиции, а вот эта большая политическая, а не политтехнологическая проблема тоже Тимошенко. Если она это пропустит, если она не сумеет сказать, я буду другой, я не буду такой же, как и Порошенко, то, не знаю, тут на одном политической конвитуре не проедешься. Но в любом случае, то, что у нас, а, разнообразная становится оппозиция, это хорошо я сказал, есть и внутри исполнительной власти очень мощное количество большого количества судей, которые не доверяют действующему президенту, не потому, что они не умеют доверять, а потому, что... Уже никому не доверяют. Бинкер Семенович, уже никому не доверяют. Есть уличная уже оппозиция. Кстати, в этом смысле 2018 год будет характерен политическими скандалами. Главное, чтобы он не был характерием. Да. А и ролью улицы. Вы обратите внимание, сколько всяких мелких событий происходит в стране. То спалили машину какого-то судьи, то взорвали дом прокурора. Улица начинает приобретать креатив, который не предскажешь. Это очень опасно. Поэтому, повторяю, самое худшее, да, и последнее по поводу президентских выборов очень хорошо, может быть, ей здесь в этом смысле действительно повезет, Тимошенко, очень хорошо, что впервые, начиная с 2004 года, в стране не будет олигархического консенсуса относительно кандидатуры одного кандидата в президенты. Продолжение следует...